Сочинение Евгения Боротынского Эта запись LibriVox является общественным достоянием. За подробной информацией обращайтесь на сайт LibriVox.org Евгений Боротынский Часть 2 стихов 1824 года Сонет Мы пьем в любви отраву сладкую, Но всю отраву пьем мы в ней, И платим мы за радость краткую, Ей безвесельем долгих дней. Огонь любви, огонь живительный, Все говорят, но что мы зрим? Опустошает разрушительный он душу, Объятую им. Кто заглушит воспоминания О днях блаженства и страдания, О четных днях твоих любовь? Тогда я ожил бы для радости, Для снов золотых цветущей младости, Тебе предаться мог бы вновь. Череп Усопший брат, кто сон твой возмутил, Кто пренебрег святынею могильной, В разрытый дом к тебе я не сходил, Я в руки брал твой череп желтый, пыльный, Еще носил волос остатки он, Я зрел на нем ход постепенной тленья, Ужасный вид, Как сильно поражен и мыслящий Наследник разрушения. Со мной толпа безумцев молодых, Ребячески в круг ямы хохотала. Когда б тогда, когда б в руках моих Глава твоя внезапно провещала, Когда б она цветущим, пылким нам И каждый час грозимым смертным часом Все истины, известные гробам, Произнесла своим бесстрастным глазом. Что говорю? Стократно благ закон, Молчанием ей уста запечатлевший, Обычий прав, Усопших важный сон, Нам почитать издавна повелевший. Гроб вопрошать дерзает человек, О, суетный, безумный изыскатель! Живи живой, тлей мертвый, Вот что рек, Всего ясней таинственный создатель. Нам надобны и страсти, и мечты, В них бытия условия и пища, Не подчинишь одним законам ты И света шум, и тишину кладбище. Его судьбам покорно гроб молчит, Зачем же нас, несбывшиеся, мучит? Пусть радости живущим жизнь дарит, А смерть сама их умереть научит. Станцы О чем не молимся богам, Что дать нам боги не во власти? Ничто не даст от рады нам, Когда ошибочные страсти Вредят сердечной тишине, Когда господствуют они. Ко счастью, способов одних Для счастья истинного мало, Употреблять с умением их, Еще бы людям надлежало. И не на толь своим творцом Одарены они умом, А мы, мы ум свой обрекли Господству детских своих нравей, Достиг владычества земли Счастливец ветреный октавий. Достиг, и что ж, Всемирный трон покинуть Замышляет он. Все суета, мудрец прямой, Далеких благ не жаждет праздно, Но дух воспитывает свой, Случайной доли сообразно. Для счастья надобное в ней Дарует он душе своей. Глуши лесов счастлив один, Другой страдает на престоле, На высоте земных судьбин И в незаметной низкой доле Всех благ возможных тот достиг, Кто дух судьбы своей постиг. Мы все блаженствуем равно, Но все блаженствуем различно, Уделом нашим решено, Как наслаждаться нам прилично, И кто нам лучше дал совет, Или пикур, или пиктет. Меня тягчил печаль и груз, Но не упал я перед роком, Нашел отраду в песнях мус И в равнодушии высоком, И светом презренный удел Облагородить я умел. Хвала вам, Боги, предо мной Вы оправдались отныне, Готов я с бодрою душой На все угодное судьбине, И никогда сей лирый глаз Не оскорбит роптанием вас. Элизийские поля Бежит неверное здоровье, И каждый день готовлюсь я Свершить последние условия, Закон последней бытия. Ты не спасешь меня, Киприда, Пробьют урочные часы, И не зайдет к брегам Аида Певец веселья и красы. Простите, ветреные други, С кем беззаботно в жизни сей Делил я шумные досуги Разгульной юности моей. Я не страшусь о новоселье, Где б ни жил я, Мне все равно. Там тоже славить от безделия Я стану дружбу и вино. Не изменяйся в подземном мире, И там на шаловливой лире Превозносить я буду вновь Покойной Дафне и Тимире Неприхотливую любовь. О, Дельвик, слезы мне не нужны. Верь, в закоцитной стороне Прием радушный будет мне, Со мной музы были дружны. Там, в очарованной тени, Где благоденствуют поэты, Прочту Катулу и парни, Мои небрежные куплеты, И улыбнутся мне они. Когда из таинственной сени От темных орковых полей Здесь навещать своих друзей Порою могут наши тени, Я навещу, о, други вас, Сыны забавы и веселья. Когда для шумного похмелья Вы соберетесь в праздный час, Приду я с вами вакха славить, А к вам прошение об одном. Прибор покойнику оставить Не позабудьте за столом. Меж тем за тайными брегами Друзей вина, друзей перов, Веселых, добрых мертвецов, Я подружу заочно с вами, И вам через день или другой Закон губительный Зевеса Велит покинуть мир земной. Мы встретим вас у врата Айдеса, Знакомой дружеской толпой, Наполним радостные чаши, Хвала свиданию возгремит, И огласят приветы наши Весь необъемлемый Аид. Буря Завыла буря, хляб морская, Клокочет и ревет, И черные валы Идут до неба восставая, Бьют гневно пенись В прибрежные скалы. Чья неприязненная сила, Чья своевольная рука Сгустила в тучи облака, И на краю небес Ненастье зародила, Кто, возмутив природы чин, Горами влажными На землю гонит море, Не тот ли злобный дух, Гиен и властелин, Кто по вселенной Разлил горе, Что человека подчинил, Желанием немощи, Страстям и разрушенью, И на творенье ополчил Все силы данные творенью. Земля трепещет перед ним, Он небо заслонил Огромными крылами И двигает ревущими водами, Бунтующим могуществом своим. Иль вечным будет заточенье, Когда волнам твоим Я вверюсь океан. Но знай, красой далеких стран Не очаровано мое воображение, Под небом лучшим обрести Я лучшей доли не сумею, Вновь не смогу душой моею В краю цветущем рассвести. Меж тем от прихоти судьбины, Меж тем от медленной отравы бытия, В покое, раболепном я, Ждать не хочу моей кончины. На яростных волнах, В борьбе со гневом их, Она отраднее гордыни человека. Как жаждал радости младых Я на заре младого века, Так ныне, океан, Я жажду бурь твоих. Волнуйся, восставай на каменные грани, Он веселит меня, Твой грозный дикий рев, Как зов к давно желанной брани, Как мощного врага Мне чем-то лестный гнев. Леда В стране роскошной, благодатной, Где евротийский древний ток, Среди долины ароматной Катится светелый широк. Вдоль брега леда молодая, Еще не мысля, но мечтая, Стопами тихий не брела. Уж близок полдень, Небо знойно, Кругом все пусто, Все спокойно, Река прохладная и светла, Брега стригут, Густые, густые. Покровы пали на цветы, И леды прелести ноги Прозрачной влагой приняты, Легко возлегшая на волны, Легко скользит по ним она, Роскошно пенясь, Перси полный Лобзает жадная волна. Но зашумел трозник прибрежный, И лебедь стройный, белоснежный, Из-за него явился ей. Сначала он, чуть зримый оком, Блуждает в оплове широком, Кругом возлюбленный своей, В пучине часто исчезает, Но, сокрываясь от глаз, Из вод глубоких выплывает Все ближе к милой каждый раз. И вот плывет он рядом с нею, Ей смелость лебедя мила, Рукою нежную своею, Его осанистую шею Владая дева обняла. Он жмется к деве, Он украткой ей перси нежные клюет, Он в песне радостной и сладкой, Как бы красы ее поет, Как бы поет живую негу, Меж тем влечет ее к обрегу, Выходит на берег она, Устав, в тени густого древа На мураву ложится дева, На длань главою склонена, Меж тем не дремлет Лебедь страстный, Он на коленях у прекрасной Нашел убежище свое, Он сладкозвучно воздыхает, Он влажным клювом вопрошает, Уста невинные ей я. В изнемогающую деву Огонь желания проник, Уста раскрылись, Томно к леву, Уже ответствует язык, Уж на глаза с живым томлением, Набросив пышные волосы, Она нечаянным движением Раскрыла все свои красы. Приют свой прежний покидает, Тогда нескромный лебедь мой, Он томно шею обвивает, Круг шеи девы молодой, Его напрасно отклоняет, Она дрожащей рукой, Он завладел, затрепетал крылами он, И вырывается у леды, И детство крик, и негистон. Веселье и горе Рука с рукой, веселье, горе, Пошли дорогой бытия, Ну что, поссорились вскоре Противно нравные друзья, Лишь перекресток увидали, Друг другу молвили прости, Недолго-розно поблуждали, Через день сошлись в конце пути. Уверенье Нет, обманула вас молва, По-прежнему дышу я вами, И надо мной свои права Вы не утратили с годами. Другим курил я фимиам, Но вас носил в святыне сердца, Молился новым красотам, Но с беспокойством староверца. Фея Порою ласковую фею я вижу В обаянии сна, И всей наукою своею Служить готова мне она, Душой обманутой ликуя, Мои мечты ей лепечуя. Но что же, Странные во сне И покупное счастье мне Всегда дарам своим предложит Условие некое оно, Которым злобно смышлена Их отравить или уничтожить. Знать, Самым духом мы рабы, Земной насмешливой судьбы, Знать, Миру явному до толи Наш бедный ум порабощен, Что переносит по неволе И в мир мечты его закон. Дельвигум Я безрассуден и не дива, Но рассудителен ли ты, Всегда преследуя ревниво Мои любимые мечты, Не для нее прямое чувство. Одно коварное искусство Я вижу в Делии твоей, Не верь при лестнице лукавой. Самолюбивой и забавой Твои восторги служат ей. Не обнаружу я досады И проницательность твоя, Хвалы достойно верю я, Но не находит в ней отрады Душа смятенная моя. Я вспоминаю голос нежный, Шалуньи ласковой моей, Речей открытых склад небрежный, Огонь ланит, Огонь очей. Я вспоминаю день разлуки, Последний долгий разговор И полный ниги, полный муки На мне покоившийся взор. Я перечитываю строки, Где увлечение полна, В любви счастливые уроки Мне самому дает она. И говорю в тоске глубокой, Ужели обманут я жестокой? Или все доселе В безумном сне Безумно чудилось мне? О, страшно мне разуверенье И об одном мольба моя, Да вечно будет заблужденье, Да век безумцем буду я. Когда же с верою напрасной Взываю я к судьбе глухой, И вскоре опыт роковой Мочам доставит свет ужасный, Пойду я странником тогда На край земли, Туда, туда, Где вечный холод обитает, Где по неволе стынет кровь, Где, может быть, Сама любовь, По зяблам сердце потухает, Или нет? Подумавши путем, Останусь я в углу моем, Скажу, вздохнув, Горюн неловкой, Грусть простодушная, Смешна, Не лучше ль плотом Быть с путовкой, Шутить любовью, Как она? Я об обманщице Тонскую, Как здравым смыслом Я убог, Ужели обманщицу другую Мне не пошлет В отраду Бог Конец части второй стихов 1824 года Читала Ксениум 5 Санкт-Петербург Январь 2015 Санкт-Петербург